Сюда приезжаешься, тут крутишься, тут вообще одним за одним, одним за одним. У меня был такой момент, что я везу суп, привожу, пизда, супа нету, он по всей сумке. Конечно, я скажу, в ресторане крышки херовые. Всем привет, с вами Роман, я жив в Израиле, в городе Тель-Авив. И это мотобудни, точнее, офнобудни, если кто не знает переводов, но это мотик на иврите. И в этом выпуске я расскажу вам об обновлениях в курьерской службе вольт. Езжу в сервис к механику и расскажу, какие самые частые поломки могут случиться с техникой, работая в доставке. Ну и, как всегда, дорожные ситуации на дорогах Израиля от первого лица. И плюс в конце маленький бонус, лайфхак, как можно оспорить любой штраф в Израиле. Но пока я залетаю в гетто, подпишись на канал, если еще этого не сделал, поставь жирный-жирный лайк. Погнали! Сейчас направляюсь к своему механику Сани, чтобы немножко подлатать мотик, потому что что-то за последнее время я его ушатал очень сильно. У меня вот даже, смотрите, держалка для телефона сломалась, тут бочины нету. В общем, сейчас все приедем и покажу, посмотрим. Саня, мотики продает. Кстати, ребята, кто уже интересовался, кто-то купил, кто-то чинится, все довольны, ребята, так что приезжайте. Адрес Митсада 6, прям за бизнес-центром вы сюда в арку въезжаете, здесь увидите. Я все делаю, ты его получаешь фикс. Только ставить бензин и я. Че я приехал, че мне надо? Ну, поменять по стандарту масло, тут ничего не течется, все нормально. Сделать вот корпус, потому что я врезался. Как-то, чтоб он не сыпался, и лампочка перегорела ближнего света. И... Вроде... Вроде все. Нет, и куда я не сделал, и куда я не сделал, и куда я не сделал. Все, конечно. Да, да, и можно работать, так. Вот это подлатаем, еще лампочка ближнего света сгорела. Тихо смотри, что такое, я думаю. Ну, это этот, тест. Тест? Я вам сказал, да, все есть. И, ну, и масло поменять, наверное, уже много. Вообще поменять. Эту и лампочка. Сгорело. Сгорело. Ничего себе. Так, давайте расскажу по поводу поломок мотиков. Я имею в виду доставки. Если работать, каждый день не меньше 100 километров проезжать. Несколько лет поездив на скутере, я уже выявил примерные для себя поломки, которые происходят прям часто. И которые вообще не случаются. Ну, например, первое, это кнопка зажигания. Когда вы работаете в доставке, вы за вечер на нее нажимаете около 100 раз, а то может быть и больше. Это отъезжая от ресторана завести его, потом уезжая от клиента, туда-сюда, в общем, примерно происходит это 100 раз за вечер. Исходя из этой проблемы, следующая, которая возникает по электронике, это аккумулятор садится. Тоже примерно раз в полгода, при том, что можешь об этом не подозревать, то есть все нормально будет заводиться. Но в какой-то момент вы выйдете из дома, либо дадите заказ, выходите, как это было у меня, и просто не реагирует, просто не заводится. Вздыхает аккумулятор. Ну и третья проблема, как ни странно, тоже от электроники. Лампочки перегорают ближнего, либо дальнего света. Видимо, это тоже все зависит из-за того, что постоянно, то есть зажигаешь, вот тушишь, запускаешь, тушишь, запускаешь, тушишь. Ну и следующая причина, это уже не столь техническая, сколько ваш уровень вождения и количество дебилов на дороге. Я имею в виду пластик и облицовку. Работая в доставке, ушатать мотик в этом плане, ну просто неизбежно. Это начиная от царапин, просто потому что вы виляете между машин, и, конечно же, все задевают и все чиркают. Раз в год, по-любому, я не знаю, авария неизбежна. Если не вы, то вас засадят. Потому что в Тель-Авиве трафик вообще дикий. А так, в целом, по обслуживанию, меняете масло, меняете тормоза, все технические жидкости проверяете, и будет вам счастье, будет он работать, и не будете знать бед. Ну и, конечно же, напоминаю, если вы мотик используете только как ездить с дома на какую-то стационарную работу, то, наверное, даже эти проблемы вас настигнут еще не скоро. При этом я все равно считаю, что мотик в целом в Тель-Авиве, чтобы передвигаться и для доставки, это лучшее средство передвижения. Потому что, если вы подписаны на мою группу в Телеграм, где ребята уже все давно общаются на эту тему и помогают друг друга, вы можете видеть, что есть люди, которые пишут, что человек пишет, что он работал, он начал работать на велике, отработав неделю, понял, что это вообще не для него, потому что нужно постоянно париться по поводу заряда батареи, хватит тебе, не хватит доехать. Также переживать о том, что его могут стырить каждую минуту, точнее, в каждом месте, где ты его оставляешь. Потому что ни цепи, ни замки не помогают, это все разбивается в момент, просто берут жидким азотом, прыскают на замок, бьют молотком, все, сели и поехали. Некоторые пацаны ставят дополнительно еще GPS-трекеры, и я знаю случаи, как пацаны находили свою технику, просто приходили по карте и находили свой самокат среди кучи других во дворе дома у какого-нибудь, блядь, суданца. Многие задаются вопросом, почему там полиция не смотрит и вообще не ищет такую технику, велики, мотики. Да, ребята, потому что это, ну, бесполезно. Каждый зарабатывает как может. Такой лайфхак, ребят, если у вас стырили мотик, допустим, вы зашли, вышли и вот прям сейчас здесь его стырили. Говорю про дневное время. Сразу бегите на Тахану Меркози, там в гетто, в район, где все эти ворованные мотики, велики продают. И ищите свой, я вам говорю, вы в течение часа его там найдете. Но, наверное, придется уже выкупать, хотя можете как-то прессануть и напугать, если можете. В нынешнее время многие люди хотели бы эмигрировать из своей родной страны в другую, по разным соображениям. У кого-то получается, у кого-то нет. Но чтобы не рисковать самому, я хочу порекомендовать вам Just Immigrate или Эмигрируй просто. Официально зарегистрированную компанию в Израиле в сфере миграционных услуг, имеющие партнерские офисы в разных странах, с опытом работы более 10 лет. Приятные ребята, сотрудники этой организации помогают людям из России, Казахстана, Украины, Беларуси, желающим приехать и работать в Израиле. Кроме легального трудоустройства, вас также обеспечат жильем, питанием и медстраховкой. У наших друзей множество различных вакансий с окладом от 2,5 тысяч долларов в месяц. Если у вас проблема с иностранным языком, то это тоже не проблема. Вам подберут русскоговорящий коллектив, где вы сможете работать с комфортом. Это касается абсолютно всех возрастов от 18 до 65 лет. И самое главное, у вас имеется возможность оплаты услуг не сразу, а после приезда и трудоустройства. Это даст вам возможность немного освоиться. У компании куча довольных клиентов со всего мира, которые давно уже сделали этот шаг и очень счастливы оказаться в Израиле. У наших партнеров есть офис в Казахстане, а также особое предложение для украинцев. Если вы, допустим, не желаете жить в Израиле, у вас есть возможность получения визы в Канаду. Чтобы оставить свою заявку, вам всего лишь нужно перейти по ссылке, которая находится в закрепленном комментарии под этим видео. Но чтобы переезд для вас стал еще дешевле, оставляю свой промокод, введя которого в графе заполнения анкеты вы гарантированно получаете скидку. Если у вас появились вопросы, то вам всего лишь нужно написать менеджеру в Телеграм, который вы видите на экране. И он бесплатно проконсультирует вас по интересующим темам. Собирайте чемоданы, друзья, Израиль ждет вас. Глянь, чувак размотался на моцике. Вот, кто-то спрашивал, есть ли мокеды 50 кубов. Ну вот, например, 50-кубовый мопед. На права на него нужны ААА-2. Но он не едет, он даже, блин, для города слабый. Электровелики мощнее ездят, чем этот мопед. Но зато этот мотик точно не стырят. Никому он, значит, не нужен. Он вообще не едет. Я такие только у дедов видел, и то не часто. Смотрите, ребят, можете взять такой электробайк. 7,2 киловатта. Не знаю, сколько по времени хватит вам катать на нем. Но загуглите, посмотрите. И думаю, для города, для Тельчика тоже идеальный вариант. Он очень быстро ускоряется и бесшумный. Вот такая темка. Ну, а я бы, наверное, советовал брать вот такую Хонду. Не для доставки, а просто как универсальный мотоскутер. Вообще топовый. Это 750 кубов, но есть у них модель помладше, 350. И вот он, думаю, будет идеален для доставки. Там и вилка точно такая же мощная, и подвески улучшенные. И думаю, для этих, блядь, дорог Тель-Авивских самото будет. Тут ямы через каждые 10 метров, блядь, говно, а не дороги. Так, дальше расскажу вам, какие обновления появились в Вольт. Лично у меня в Вольт. И вообще, в принципе, ну, во-первых, ребят, беда пришла, откуда не ждали. Парень, у которого я арендовал аккаунт, решил его закрыть. Все потому, что на протяжении полугода я очень много зарабатывал. А он дополнительно еще на двух работах работает. Ну, и, в общем, его налоговое там... Если бы он грамотно оформил, то он бы платил с одной работы большой налог, а с других нет. А так получилось, что ему сейчас в конце года по отчету нужно заплатить большую сумму со всех трех. Поэтому он сказал, я буду закрывать. Либо другой вариант, что мне просто подрабатывать 2-3 тысячи в месяц. Делать и все. Что произошло внутри Вольта, так это новые обновления. Например, в Иерусалиме. И потом сразу же появилась в Тель-Авиве в других городах. Точно не знаю, но нам понизили заработную плату, ставку за заказ. В общем, километры порезали. Точнее, плату за километры, которую платили. И в Иерусалиме даже Вольтеры проводили забастовку, где перекрывали улицу на мотиках, на великах. Такую же штуку ввели в Тель-Авиве. Я решил проанализировать, насколько нам сократили цену за заказ. Путем несложных вычислений в несколько дней работы. Я понял, что нам примерно с заказа убрали по 2-3 шекеля. То есть, если там за те же 5 километров ты отводил заказ за 30, то сейчас это там 28-27. То есть, незначительно. Но если в общей степени по заработку в день считать, либо там недельное, как вы считаете, то получается, что это 10-12%. Причину всего происходящего вам никто не скажет. Ну, только, наверное, работники Вольт и то, которые топ-менеджеры стоят. Но я предполагаю, так как это происходит примерно раз в год, раз в полтора года именно в Вольте, это связано с тем, что происходит большой наплыв количества курьеров, желающих работать. Вообще, в целом, в Вольте заработки стабильные, но есть определенные дни, когда, ну, меньше заказов, а сейчас они еще и дешевле стали. Например, я заметил, что в первых числах до 10-го числа очень сильно падают заказы. И все потому, что люди до 10-го числа, там, ну, вот в первых числах по-разному, но в основном это происходит 8-е, 9-е, 10-е. Люди получают зарплату в Израиле, то есть законом установленную до 10-го числа. И вот в первых числах прям заметно, как у людей в Тель-Авиве деньги кончаются. Все хотел рассказать, как я недавно получил штраф первый за два года. Я снял новую квартиру, но об этом будет отдельный ролик. И там живет вредный дед, который ни одного меня так штрафанул. Суть в чем? Там есть дорожка, по которой ходят люди. И именно в тот промежуток, где эта дорожка касается его дома, все, кто парковал там мопеды, он звонил в полицию и жаловался, приезжали и штрафовали. Также я в первый же день получил свой штраф 250 шекелей, потому что он нажаловался. Вообще, по сути, в Израиле, точнее, я буду говорить за Тель-Авив, нет регламента, где ты можешь ставить мотик. Все потому, что здесь мало вообще парковочных мест, дорогие они. И то есть двухколесную технику ты можешь кидать где хочешь. Только единственный момент, чтобы она не мешала прохожим, тем, кто ходит по дорожкам, там, с колясками и все такое. В принципе, дед прав, но он бы мог подойти, я же новенький, я не знал, что он там такой вредный живет, сказать мне, чтобы я не ставил. Он то есть сразу звонит и штрафует. И впоследствии я уже у соседей узнал, что он трех человек точно так же штрафанул, кто возле его дома ставил мотик. Просто он инвалид и гуляет вот с этой инвалидной рамкой, с собакой и не может пройти. Но мог бы тоже предупредить. И вообще, на новой квартире какие-то соседи у меня шуганные. Но об этом, как я сказал, будет в видео о том, как снять жилье. Да, ребят, ну и погодку я выбрал, чтобы записать видос. У нас уже на протяжении недели стоит вот такая погода, дожди, ветер. Но последние три дня, а сегодня его просто апогей, передали циклон. Вот здесь будет название, как он называется. И реально такое происходит каждый год. Но эта зима по-настоящему холодная. Что-то за пять лет я не припомню, чтобы было так холодно дома. Это вообще просто жесть. Я сплю одетый. Как обычно происходят несчастные случаи. И практически каждый год из-за сильного штормового ветра зимой кого-нибудь убивает деревом. Помимо всего этого, сегодня у нас произошло землетрясение ночью. Точнее, оно произошло в Турции и в Сирии. Но ощущалось в Израиле. Я как раз в это время ложился спать. Это было три ночи, четыре ночи. А у нас в новом доме, у нас всего дома из трех квартир состоит. И у нас либо самая верхняя, а дальше только крыша. Я слышу на крыше какие-то непонятные такие скрипы, либо стуки, железные какие-то. Смотрю на люстру, а люстра шатается так потихонечку. Ну, я думал, может какой-то сквознячок, потому что ветер и все такое. И не обратил внимания еще в шутку такое. А, землетрясение, наверное. Все потому, что я родом с Сахалина. И там это происходит каждый год. Каждый год, я помню с детства эти шатающиеся люстры. И как мы выбегали во двор, либо стояли в стенах, то есть в проемах. Ну, я знаю, что это такое. Но в Израиле не ожидаешь этого увидеть. Ну и вот это произошло. До нас дошло 4 балла. Об этом я узнал утром. Так, конечно, удивился. Удивился, но как будто узнал. И вообще, говорят, если в Израиле будет эпицентров, баллов 7-8, то вот эти старые дома на ножках, вот эти, не устоят. Ну, потому что сами посмотрите, что это такое. Весь Израиль в этих избушках. Рассказать вам лайфхак по поводу штрафа, который мне выписали. И как вообще в Израиле можно любой штраф оспорить. Если вы получили штраф за парковку, неважно, это машина, либо мотик, вы можете его оспорить на сайте ГОВ МВД в своем личном кабинете. Вы прям заходите, и в разделе «ХУВОД» — это штрафы. Нажимаете эту кнопку, и вы увидите, есть у вас штрафы или нет. Если он есть, там будет две кнопки. Либо его оплатить, либо его оспорить. Просто нажимаете кнопку «Оспорить». Прикладываете фотографии, объяснения и лайфхак, самый важный. Если это машина, либо мотоцикл, вы просто едете в какой-нибудь мусах, сервис, что-то чините, либо если у вас есть знакомый, хороший, как у меня, в сервисе, он вам выписывает чек на то, что у вас была поломка, и вы не могли сдвинуться с этого места. Вы прикладываете эту записку, ну, скриншот к письму своему, к объяснению, и все. И ждете. В течение пару недель вам отменят штраф. Вообще не советовал бы на Монтике ездить в такую погоду, потому что буквально на пустырь выезжаешь, и тебя сдувает с трассы. Надо переждать, ребята, иначе это пиздец какой-то. Помню, я ездил на мопеде поменьше, 125 кубов, и я как-то тоже выезжал при таком ветре и дожде, и его реально сдувает с трассы. Ты можешь упасть даже. Так, ну, вроде дождь чуть-чуть стих. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А он находится прямо на футбольном поле. Удар. Чей мяч? Ты сейчас молишь, Аллош? Туда. Что за кипишь? Кому-то плохо. Обычно обзолбив. Думал, что-то интересное. Приехал на адрес. Смотрите, что покажу. Какая подземная парковка. Просто платформа. Вы сюда заезжаете на машине. И она вниз там опускается. И, короче, по полочкам раскладывается. Как потом достается, я не знаю. Может быть, какой-то ключ с парковочным местом еще там есть. Заправился и не посмотрел, что это 98-й. Подумал, еще стоит или нет. Но это же не дизель, правильно? Думаю, наоборот, рвать будет. Если сравнивать с мотоциклами, допустим, я ездил на Мотике и заправлял его разным бензином. Пятый, восьмой, там разница есть. Пятый, тима. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Роман Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вау Субтитры создавал DimaTorzok Ну, ребят, смотрите, как-то уже объяснял, где-то там далеко ремонтируют дорогу, что-то происходит, и они вот так оттянули поток, стоят, никого не пропускают, буквально там 15-20 минут, там залатают дорогу и всех пустят. И вот такая пробка сейчас лютая. Все ждут. Так, ну, короче, буду закругляться, конечно. Работа в дождь очень хорошая. За два часа сделал 100 баксов. Я думаю, в любой стране 100 баксов за два часа неплохо. Ну, прикол в том, что, блядь, меня занесло в мой бывший район, который я ненавижу. Все потому что здесь, если идет дождь, то он тут ливень херачит. Тут нет морося, тут нету никакого промежуточного, знаете, этого этапа. Вон, смотрите, какие капли. Я хуй знаю, это пиздец. Убить можно. На этом видео, ребят, подошло к концу. Надеюсь, было интересно, кому-то даже полезно. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделал. А также подписывайтесь на телеграм-канал, если хотите знать важную информацию. И на инстаграм, если хотите видеть лайв. А с вами, как всегда, был Рома из Израиля. Пока. Увидимся. Продолжение следует...